Вот у меня здесь была ситуация, прямо здесь в магазине. Стояла очередь, получали продукты. Раньше сито я не выдавала, и была живая очередь. Вот они вот так, марокканцы, вот так стояли. И стояли две русские, они отошли вон туда, на дорогу, и одна решила сфотографировать, как они... А они орут стоят, они просто разговаривая орут. Они не могут, у них вот заштикуляция, и все вот этими голосами, такими тонкими, специфическими. Вот они кричат все, тут толпятся, и те решили. Две бабы с этой очереди, как ломанулись туда. На них? На них. Хотели отнять фотопо... эти телефоны разбить. Короче, а вот здесь сидели люди в кафе. И эти люди вызвали, испанцы, вызвали полицию. Приехала у тебя машина, ко мне сюда зашли. Марокканцы бежали по улице с троем, просто вот так все. Бежали как? Все. И сказали мне, чтобы были сито. А, вам, да? Вот 10 человек, вы можете пригласить сюда в день. Никаких вот этих вот оргий здесь, чтобы не было. Все, после этого я им всем теперь... Они по сицам приходят, и никаких, правда, головной боли нет. Не кричат, не визжат, не орут, ничего. На русских не забрали этих, которые в троем? Нет. Я просто, они зашли, потом они же в очереди тоже стояли. Я сказала, девочки, вы что, вы понимаете, что это нарушение расовой дискриминации? Та-да! Вы зачем это делаете? И все на этом закончилось. Никогда, я буду, не фотографируйте их. Марокканцы, да? Ну, они мусульмане, у них свои законы и свои порядки. Ну, вообще, если ты спокойно остаешься, и все, у тебя, ну, ничего, ну... Если тебе не 20-25 лет, тебя, конечно, будут останавливать. Потому что ты, ну, ты думать, ты не будешь 25 лет сидеть круглые сутки. Знаешь, идешь по улице, раз полиция едет. Ваши документы. А у тебя паспорт только, больше ничего нету. Ну, все вот так. В паспорте должна либо виза быть стоять, непросроченная. Если она просрочена, а если у тебя вообще никаких документов нет, и ты не даешь их, тебя отправляют в Эльчик. А, сразу же. А если просто я говорю, там, я остался по счетлости, так можно и нет? Не, ну, по счетлости ты должен предъявить паспорт, и тебе, если они смотрят, если уже больше трех лет по счетлости, то есть через три года ты должен подать документы. Правильно? На работу, да. А так ты должен быть зарегистрирован у них. Они тебе забирают, забирают тебе паспорт, и дают тебе время на легализацию. А если, например, до трех лет я просто здесь... Ну, штраф могут выпить, 500 евро. Штраф? Это то, что просто я шел? За то, что ты просто здесь находишься нелегально. А, вот так вот даже может быть, да? Да, как же. Ну, если проверить, тогда это очень редко, я думаю, бывает. Ну, бывает. 500 евро, это я слышал такие вот штрафы, когда ты на машине едешь. И на машине такие же. Не пристегнулся 500 евро. Не, ну, это да, понятно. Прав нету, 500 евро. Ну, да, да. Поэтому ты подумаешь, сколько по 500 евро ты будешь платить здесь. Ну, понятно, понятно. У кого-то нет денег, поэтому сиди, никаких этих штрафов. Ну, это, по-моему, здесь очень легко, потому что... Ну, вот у меня, друга моего, вот, моих друзей, сестры, муж, ехал на машине. Он нелегально тоже живет здесь. Все. Права русские, естественно. Остановили. Он еще что-то возмутился. Они его в Эльче. Сразу? Отправили. За ним приехал вот друг мой. Забрал его и говорит, ты будь любезен в полиции, помалкивай. Марокканцы или не марокканцы. Это Испания, это не Россия, где ты можешь рот открыть. Все. Ты должен тихо, спокойно тебя вести. Дали тебе бумажки, выпустили тебя, штраф оплачиваешь и дали предписание. В течение такого-то срока легализоваться. Все. А, вот так вот, да? Да. Паспорт находится у них. Полиция. Допустим, полиция, да. А ты находишься здесь, с семьей. Так, а если, например, надо еще ждать, там год-два до регулизации. Ну что теперь. Будешь, да. Ходить, они тебе там скажут отмечаться, значит, будешь ходить и отмечаться к ним приезжать. Так, а здесь не отправляют все-таки там в Россию-то? Нет такого? Раньше отправляли, когда деньги были до кризиса, а теперь денег нету. А, правильно, да? А, сажать на сварюк, да? Да, понимаешь, посадят, и за штраф возьмут, и дальше живешь. А, вот так вот штраф взяли? Да, или просто живешь дальше, да, по сути? Да, 500 евро. То есть ты сразу заплатил 950, да, получается? Ну, не знаю, я в эти тонкости не знаю, как бы пока меня бог миловал. А дальше уж там. И то, я хочу сказать, вот я два раза вылетала по потере паспорта отсюда. И вдруг в этом году мне приходит письмо на почту. Я думала, это коммунидат прислал, ну, знаешь, бумажки там об оплатах, обо всем. И думаю, потом схожу, заберу. Ну, пришла, а они говорят, ваше письмо в полиции, вот в суде. В суде уже. Я взяла невестку, и мы с ней пошли в полицию эту, в суд. Там стали искать это письмо, не нашли. Искали, искали. Я говорю, спрати хотя бы, о чем письмо? Она говорит, это Денульсия тебе поставили за то, что ты два раза теряла паспорт. А, вот это? Да. Где-то уже там отметили тебя. Денульсия? Денульсия. Это заявление. А, заявление, да? На тебя. Ага. Вот, допустим, я, ты мне что-то сделал там, обрил краской дверь. Я Денульсию раз. На меня заявление, да? На тебе заявление туда отправила, они придут, будут разбираться с тобой. Вот. То есть, эта вот бумажка называется всякие, это Денульсия написано. Вот ее. И так вот она лежит там где-то у них, не можем найти. Час искали. По всем этажам нас бегали. Все отделы, какие только существуют, мы во всех отделах побывали. Я побывала там. Нету этой бумажки, не могли письма. В компьютере нашли где-то там что-то. И я говорю, хотя бы про что это? Она говорит, вот вы теряли паспорт, и вам Денульсию поставили. Наверное, второй раз или третий раз. Вы приезжаете паспорт, да? Скажите, реально потеряли. Ну. Вот сейчас, например, у меня даже палец брали. Все, вы уже в компьютере. Вот у меня тоже, я не могу уехать уже. У меня уже последний раз. Раньше у меня не было этих отпечатков. Я ездила по паспортам туда-сюда, туда-сюда. А последний раз, когда въехала, мне уже взяли пальцы. Все. Это что значит? А вы в международном компьютере. А, вот так вот, да? И уже вас могут отследить, когда вы приехали, когда вы уехали, когда вы что-чего, и все в таком духе. Кондора сейчас все-таки как конд действует или нет? Конечно действует. Все действует. Кому порекомендуете приехать в Испанию? Вот знаете, даже слышал сейчас случай. Вот раньше я приходила в аэропорт. Без всего паспорт загран. Встаю. Сдала вещи на самолет. А, не вижу ничего. Ничего нету. Обратно-обратно ничего выехать не это. Просрочен паспорт несколько лет. Хожу, говорю. Йок, я ракаса. Я хочу домой. Все. Три слова таможеннику. Он на меня смотрит и ставит мне печать. И я ищу в Москву. А в Москве ничего не говорят? А теперь? Ага. Обратно сюда. И мы вас не выпустим. Из Испании? Да. Либо штрафы там платите, либо легализуйтесь, либо что-то. Здесь? Да. А вообще даже не выпускают. И ты забегаешь так тут, запрыгаешь. Даже выехать не может. Да. А в России вообще пускают нормально? А в России, конечно, пускают. Это ж вы гражданин России. Вы же гражданин Испании. Все нормально. Больно-больно. Какие сейчас усложнения такие небольшие? Ну вот разные. Вот я слышала, что он мне тюрьденько однако говорит, а меня не выпустили. Это билет пропал, получается, да? Да, и пришлось обратно ехать сюда. Опять сидеть и разбираться. А как здесь-то выехать? Что-то получается весь образоченный. А вот так вот, как хочешь, так уезжай. Документы делай. Нечего здесь сидеть, было. А, документ нормал, делал. Да, нет. Поэтому вот они теперь как-то ужесточили это все. А кому-то рекомендуете приезжать в Испанию жить? В каком смысле? Ну вот вообще, там, какого типа людей, например? А, типа людей, пенсионеров, которым уже за 65 лет, у которых жизнь прожита, такая рабочая, которым надо просто жить, отдыхать и у кого есть деньги. А, главное, в самом главном, деньги. А если пенсии там 200 евро или 100 евро? А у тебя, если пенсии 100 евро, на что ты здесь жить будешь? Ну, здесь помощь есть у вас, например? Нет. На это ты не проживешь. Надо заплатить. Если ты снял. Ты же на улице не будешь картонной коробке жить? Нет. Нет. Значит, надо снять квартиру. Да. Правильно? Квартира сколько стоит? Ну, 300 евро минимум. 300. Ну, 250, допустим, нашел ты где-то. Дальше. Светом ты будешь пользоваться? Ну, конечно, да. Значит, в месяц приблизительно будем по минимуму брать. От 35 до 40 евро. Это минимум. Это ты там включил ночью свет в туалете или еще что-то, а телевизор посмотрел немного. В общем, это. Дальше. Вода за 3 месяца 50 евро. Минимум. Заплатить надо? Надо. Ты мыться не будешь? В туалет ходить не будешь? Ну, в принципе, так ты можешь на пляже помыться? Нет, ну на пляже ты не помоешься так. Тебя там в пляже быстро в полицию сдадут. Шучу. Дальше. Тут страна, которой все на друга жалуются. А, ну, как в понимании, да? Да, это страна правильных. Неправильно перешел, на тебя пожалуются. Неправильно стоишь, машину поставил, на тебя пожалуются. Что ты неправильно сделал, все жалуются. Здесь, в этой стране, люди очень послушные. Их так здесь воспитали. Их же 15 лет, что ли, или 20 лет, как отменили розги в школах. Здесь? Да. А, всего лишь 15 лет только? А так пароли, да? Больше, лет 20, наверное, с листьем. А так их... Пороли. И необязательное обучение было в школах, вы знаете об этом? А, раньше, да? Да, здесь вот не было этого. Это только ввели в 2000... Ой, как он же он сказал-то? В восьмом году, по-моему. Обязательное обучение? Обязательное обучение детей в школах во всех. А до этого не было. А до этого хочешь учись, а хочешь нет. Я знаю людей, которые с 7 лет работали. С тоже. Стаж получили, уже на пенсию сейчас вышли. Вот я деда одного знаю, да, испанца. Он 15 лет крутил хвосты здесь с 7 лет. И стаж шло. Ему зарплату платили с 7 лет. Потом он уехал в Италию, отработал 20 лет. Тоже хвосты крутил. А потом уехал в Швейцарию. Там хвосты коровым крутил. И приехал сюда и получает 3 пенсии. Испанскую, итальянскую и швейцарскую. Наверное, неплохо. Купил дом себе за 260 тысяч. Ого. И живет. Да, женат, правда, не был никогда. Детей нету, никого нету. Там племянник какой-то есть. Брат двоюродный. Вот. Всю жизнь отработал. Вот теперь купил дом себе. И тетеньку завел какую-то. Ну и вот. Интересно. И он говорит, хочу женщину, чтобы у нее не было материальных никаких проблем. Чтобы путешествовать с ней. А, вот так уже. Везде, да. Потому что у него денег-то... Вы представляете, за сколько лет он набрал денег сколько? Ну да, везде. И три пенсии. Там каждый месяц, считайте, по 3,5 тысячи где-то вы получаете пенсию. Жених прям такой. Да, а то нет. Маленький вот такой вот. Метроскеркой на пеньке. Ну 60 и уже, наверное, больше. Сейчас уже, наверное, 75. Вот так. Потому что я когда приехала, 10 лет там назад, и он напротив нас жил. Вот. Дом купил как раз вот этот. Надо сказать, что у таких пользовались очень молодые девушки. Русскоговорящие. Раньше, когда Украина сюда поехала, они женились на этих украинках, потому что те хорошо готовили. Но когда эти украинки стали вывозить из них мебель, отнимать дома и все, здесь страна женщин. Здесь все для женщин. Она с ним разводилась, все, и отнимала все у него. И они оставались на улице, считайте, без штанов. И потом ввели вообще закон. Украинок не пускали одних, одиноких девок сюда. В общем, было вообще такое, что страшно было на все на это смотреть. Так, а я к нам купила дом, например, до женились без украинских. Ну и что? Она вороват так сделает. Пришла, ударила с головой, она по стену. И сказала, он меня ударил и избил. И вот у меня все в крови. Суд, развод, все. А все женщине должно принадлежать. И дом, он еще и пенсию может ей платить пожизненную тут. Тут такие законы, и тут такой закон есть. Один закон накладывается на другой. Один разрешает, другой не разрешает. И поэтому ты не знаешь, что делать. Тут очень плавучее такое все. Адвокат может вынуть туда или сюда, да? Адвокат может вас развести. То есть суд вас может здесь развести, хотя вы женаты в России в браке. А, здесь могут развести. Они могут развести, но это не законно по российским этим. И получается, что ты там-то женат, а тут ты разведен. Это даже такие случаи были, да? Да. Интересно. А если ты приезжаешь здесь еще раз, женился и приехал в Россию, то ты двоеженец получается. У тебя там не разведено, а здесь-то ты уже женился второй раз. Обалдеть. А как вообще вот они тут в России, в Испании не катать, что-то планируют с этим? Ой, есть какие-то международные соглашения, которые, допустим, про пенсию, есть соглашение такое. Вот по машинам нет у нас соглашения такого. Значит, Украина сделала вот такое сейчас по машинам, по правам. А в России никак еще. Зато мы тебе сейчас в этом году сделали по легализации дипломов наших. Не надо уже теперь там доздавать экзамены, а он считается полным, полное обучение. Понял, понял. Инна, такой вопрос. Рекомендуйте все-таки сюда вот людям приезжать в Испанию, жить навсегда? Это должно внутри тебя сработать. Вот если бы мне не уговорили, я бы не поехала. У меня и дача была, и как бы жить, квартира была. Все было там. Да, и работа была. Все было. Ничего, я поеду сюда, если у меня там все нормально. А когда, конечно, там нету, и кажется им, я сейчас за границу приеду, у меня все будет в шоколаде, это очень большую редкость. Очень большая редкость. Да, остаются, есть некоторые, пробиваются и в люди, и становятся и богатыми, как говорится. Да, но очень большая редкость. Это как тебе повезет. И только не в городе Таревеха. А, это ли Канда там, или в Валенсии, или в Барселоне? Надо сначала получить документы, а потом уезжать отсюда, на север Испании, где нормальные города, нормальные люди, нормальная работа, нормальный заработок. А если ты сюда едешь, это город пенсионеров, куда со всей Испании стекаются все пенсионеры, молодые им покупают здесь квартирки, и они здесь доживают свой век. Здесь хороший госпиталь, море, солнце. Что еще пенсионеру надо? Они здесь 90 лет живут. Ну да. А молодым здесь что делать? Девушкам и тетенькам надо туалеты мыть, надо туалеты вымыть все. Здесь у них, у испанцев. Мужикам на стройке кирпичи перетаскать. Здесь все. Продолжение следует...